Всем привет! Вы смотрите Профит-шоу из Сталина. Меня зовут Макс Ищенко. Наш сегодняшний гость Андрей Коробейник. Андрей создал несколько интернет-проектов. Сейчас больше является ангелом, чем чем-то понимать землю. И еще привет вам, член кристаллской программы. Всем привет! Привет, рада тебя видеть. У меня, честно говоря, единственное, что не падает в голове, это то, что ты депутат. То есть, у меня есть образ украинского депутата. Директорного вообще нефига смешки. Ну, я думаю, что в Украине парламент большой, там куда-то тоже разные. У нас точно так же картинок бывает меньше. Поэтому там... А зачем ты вообще туда пошел? Ну, в Эстонии... Ну, я сам занимаюсь IT-жим. То есть, уже лет 13-14 лет. И в Эстонии в начале века очень мощная война вперед от индустрии. А после этого так же все перемозилось. Я попытался помочь со стороны, но со стороны сложнее. Я начал помочь смотреть. Так там каким-то лоббированием занимаются или что? Ну, как сказать, лоббирование. То есть, лоббирование, по-громски сказано. На самом деле, маленькая сторона. То есть, стараемся разговаривать с крупными фирмами, с профессиональными иностранными инвесторами. С собственными проектами двигать. То есть, немножко, как бы, вернулись на тереться, потому что она не сошла. Ну, окей. Это такое дело интересно. Может, если с вами все время еще поговорим. Расскажи для начала немножко свою, как бы, карьеру. Карьера. Ну, чем ты занимался 10 лет? Как ты что-то сейчас делаешь? И как бы история оказалась? Ну, я начал к карьеру заниматься на первом курсе университета в 1998 году. К примеру. Для веба, да. То есть, ну, немножко случайно получилось. В то время был тоже только 3DIS, наподобие нынешнего. То есть, в России был дефолт в 1998 году. То есть, работы не было. В основном, с экономикой была достаточно достаточно плотно подвязан. Безработица была. То есть, студенты первого курса университета. Сейчас, если ты IT замечаешь, что это работа, то есть вообще никаких проблем. У нас нет, программисты свободы. А в то время все было немножко другой. То есть, я поступил на математику. Деньги не было. Я поступил на работу, но там были варианты наподобие подавца в магазине, там и так далее. Раздача листовок. Листовок у нас. Листовок не университет, но наподобие того. То есть, и... Где-то в октябре, наверное, один дизайнер писал в лист рассылки и явление, что он очень непровисленный. Я ему ответил. Ну, писатель был. Он сам, соответственно, рисовал, а я на колоде искал, чтобы запроскрипился. То есть, я ему ответил, и через неделю он согласился. Это была, особенно, очень хорошая новость. Потому что... Понятно, что это крайне двухсот евро, наверное, если что я попросил. Того времени это, в принципе, достаточно плохая сумма. Плохая новость была в том, что, по-моему, это я не умел, просто. Это была неделя. У меня была неделя, да. Я пошел и делал сайт. И с тех пор я этим занимался. То есть, сделал несколько своих проектов. В основном неудачных. Парочка получилась. Самый популярный был на Рейде в 2002 году. Я его продал за несколько миллионов евро. И сейчас мы делаем клип с дейтинг-сервис с людьми. Он, в принципе, довольно успешный, но еще только самым началом. Подожди, ты продал вам Рейде 10 лет назад? Нет, продал я его, наверное, лет 7 назад. А, в 2002 году ты начал? Да, в 2006 году. Подожди, а как... То есть, ну, несколько миллионов евро, с учетом, я не знаю, какая аудитория проекта, ну, даже если это вся Эстония, ну, там, ну, пусть миллион человек, да? Нет, не вся Эстония. Что-то в районе, наверное, трехсот тысяч. Или что? Это социальная сеть на подобии MySpace для подростков. Для подростков. Кому она нужна здесь? Подросткам, очевидно. То есть, покупателям был местный Телеком. Для них это было... В этот момент решили запускать виртуального мобильного оператора. И, собственно говоря, история долгая, но в итоге тот мобильный оператор решил, что ты решили распространить, чем у нас став. А, то есть вы хотели сделать виртуальную сеть для подростков? Ну, как она виртуальная? Это разговорная карточка, которая работает на существующей сети мобильной. И в том году как раз-таки в Евросоюзе была принята директива, по которой операторы обязаны были предоставлять свою сеть на какие-то выкладки. То есть, до этого они просто могли блокировать вот каких-то кроватеров на рынок. И в тот момент этот блок исчез. И в Финляндии, например, была одна очень популярная виртуальная сеть, которая как раз-таки выросла из интернет-проектов. Ну, и мы шли попробовать. У нас там была парочка таких достаточно интересных разработок в этом вопросе. Ну, оператор нас купил и решил не запускать его туда дальше. Ну, в смысле он запустил такой продукт свой, который был достаточно дорогим. И, несмотря на это, набрал, по-моему, 50 тысяч оппонентов, что в Финляндии, в Эстонии, здесь очень большое число, то, да, как бы, ситуация сложилась и с которым мы саписком сделаем. Ну да, действие тут неизвестно. Так смотри, то есть, ты из этого проекта тогда вышел, да? Да. Получается, и в принципе, можно ничем не заниматься уже, да? Ну, если деньги на них были, да? Да. То есть, почему ты начал давать жертвы? Да. Ну, каблова цена есть. Он же, я понимаю, он еще в процессе, да. В Киеве в процессе, да. То есть, на самом деле, в Киеве достаточно много других у нас. То есть, мы там третий после мампы и от планиров. Сайд знакомств? Да. Финлянд. Сайд знакомств, но он, как бы, вот, если брать пластический сайд знакомств, то это что-то вроде каталога. То есть, когда машину выбираешь, то параметры задаешь и смотришь, что ты делаешь. Вот, с девушкой и так же. Выбираешь размер. Ну, да. Размер чего-нибудь друг другого. Вот. И вперед. У нас подход другой. То есть, мы пытаемся тебе предложить людей, с которыми тебе интересно будет общаться. При этом проблема, кстати, знакомств в том, что свой профиль ты запомнил очень сложно обычно. Ты, во-первых, не знаешь, что надо написать. А во-вторых, обычно обманываешь. То есть, ну, проводились исследования, в котором пояснялось, что у мужчин из крупной каталоги знакомств рост на самом деле, ну, соответственно, ниже, да, чем он на сайте указан. Там доход тоже ниже, там, и так далее. Вот. У нас на сайте тесты, которые… Вы даете результат, например, какой-то овощ, скажем вы, что-нибудь такое. Я. Обязательно. 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 То есть, при этом мы задаем вопросы, которые не имеют отношения к овощам, но которые дают информацию о тебе. Причем информация объективна. Потому что когда ты общаешь эти вопросы, ты не знаешь, что на самом деле, на самом деле исполняешь этот профиль. Угу. У нас они динамичны. У нас они динамичны. Кроме того, фишка, привычка в том, что мы даем тебе возможность сходить с девушкой на свидание. То есть, самая, в смысле, большая проблема пользовательства и сайтов знакомств в том, что они не умеют им пользоваться. То есть, первое письмо, которое парень опишет девушке, будет вроде привет кого дела. И, в принципе, шансы у него не велики. Он выезжает где-то две недели, после чего он первый сайт не работает, обидится и выйдет. На самом деле, проблема была не в сайте. Ага. А как нужно? Мы даем возможность тебе пригласить девушку на свидание. Например, у нас есть варианты мест. Ты можешь послать девушке запрос, как насчет того, чтобы пойти в Димон. Если у нас согласится, соответственно, у вас уже есть, вы пропусили вот эти дела и так далее. То есть, вы уже посреди дела договорились. То есть, на свидание при этом можно, конечно, не идти. Но, если ты пойдешь, то шанс на то, что, в принципе, девушка придет, они выше, чем в повышенстве. Не говоря о том, что пропустил две списки. Я понял. Ну да. А этот список мест? Это локальный список мест. Мы используем API for Square. Например, в России будем использоваться еще и альтер-гелом. То есть, вы таким образом упрощаете, говоря вот в начале? Да. То есть, во-первых, у тебя есть профиль. То есть, девушка, когда ты прислал ей приглашение, она знает, от кого она пришла. А во-вторых, действительно, ты можешь ее пригласить в какое-то место в своем родном городе. И это, в общем, большой плюс. То есть, conversion сразу, сразу. А с этими местами вы никак не говорите? У нас есть... То есть, в Эстонии мы запустили пилотный проект, по которому ты можешь еще и заплатить за, так сказать, столик. То есть, скидок там нет, но там есть, скажем, бесплатный бонус. То есть, если будешь платить на месте, ты заплачешь, будешь, скажем, пришел в ресторан. Это стоит платить заранее, плечу два бокала. Я почему спрашиваю, то есть, где бизнес-модели? Ну, в плане того, что, может быть, вам эти, там, рестораны или кинотеатры что-то платят? Или вас вообще давали за с моделью? Там у нас, как бы, разные варианты в разных странах сейчас. И мы пробуем разные модели. То есть, пробуем варианты, которым ты платишь за то, что ты отправишь приглашение, какой-то там микропеймент. В Эстонии есть варианты, которым ты, действительно, делаешь макропеймент, ты получаешь, скажем, два билета в ресторан, в смысле два билета в кино. Вот. У нас, да, есть договоренность. В Эстонии, в Таллине, в Дюгенском с 15, мы всегда были разные. Плюс еще города поменьше. Вот. Сейчас смотрим, какие модели работают лучше, и выясним, будем скейт стелить на, в первую очередь, на больший российский рынок. В России вы тоже есть. Можешь, примерно, статистику какую-то сказать? Сколько у нас тут встреч или сколько производит сети поставлены? Ну, у нас сейчас около 300 тысяч пользователей всего. У нас тут встреч, что-то вроде, в районе, в принципе, еще месяц. Да. Статистика сайта, она больше похожа на статистику социальной сети, нежели на статистику в этих сайтах. То есть, отношение months или daily, оно в трех, в принципе, хорошо. Потому что обычно на дейти сайте человек приходит, либо разочаровывается, либо, получается, где-то уходит. У нас человек расставится на сайте. Судяется. А по странам, то есть, ну, Эстония, это, наверное, самая большая? У нас самая большая Сербия, потом Россия, потом Эстония, потом Украина. Это в Лиде, да? Да, в Лиде. Но в России там, конечно, есть куча людей. Я не знаю, в маленьких, в Сербии там тоже есть такие большие? Сайты знакомств есть во всех странах. В принципе, интернет уже достаточно старая штука. Сайты знакомств где-то появились. Где они? Ну, где они, скажем, на самом платные, как в Америке, где они и в тременном, как в России, где они вообще совершенно классные. Как сложилось в истории Сербии? А какие планы вообще? То есть, вы тоже, ну, уже планируете кому-то это продавать или планируете как-то развивать? Ну, мы планируете с Ситом провести субботу назад от Москвы, как это был российский венчин, потом российско-американский венчин. И сейчас, скорее всего, будем поднимать раунддей. Зачем? Зачем? Ну, зачем планируете? Да, для того, чтобы... Реклама модель — это такая, на большие города рассчитывается. То есть, для того, чтобы расширяться, нужно расширяться не как мамба, где, в принципе, неважно, откуда ты из маленького городка или из Москвы, а скорее нужно расширяться как группон, который ведет к городам. Потому что у нас и места, связанные с городом, и, в принципе, рекламу мы тоже хотим делать все через городских партнеров. Ну, если ты часа, наверное, больше всего? Ну, конечно, из самого города, из большого города. Потому что в маленьком городе есть там один ресторан, и мы будем туда, скажем, продавать те же... Ну, ким театрам, те же билеты будем продавать, но как-то странно будет. Ну, и женатые мужчины с тот же ресторан. Ну, конечно, мы не рассчитываем на женатых мужчин. Ну, конечно. У других, то есть, какая социальная прессия должна тоже быть. Ну, в общем, да. И, соответственно, для того, чтобы идти с одного большого города в другой, нужно достаточно много денег на запуск. На запуск выбора? Да. То есть, нужна команда, то есть, скажем, на там... Ну, грубо говоря, на, там, прямень конструктора, да, для человека, который будет не вас совершенно. Прямо, да, да. То есть, это какой-то начальный пиар? Ну, начальный пиар, сделки с местами, ТАСМ-мастер-пост и так далее. Ну, вы у вас какой-то... Каждый месяц, похоже, вы запускаете или у вас как-то как-то как-то? Да. Ну, то есть, остальных больше занимаются? То есть, дилс или увеличением пользователей? Ну, продуктом-то тоже. То есть, там, на самом деле, очень важны, скажем, те же тексты, как-то как-то как-то. И ты... То есть, в этой компании... Я занимаюсь в этой... То есть, собственно, я придумаю, как... Как мы должны работать. То есть, это full-time, как-то, да? Постольку. 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 Обращение в Таллине. Я знаю, что мы говорим только. Перебежаемся к сегодняшнему. Да? Сейчас, неделю назад, да, или в Твиттере был анонс... Был анонс инкубатора для гейм команд. То есть, проекты, которые или игровые, или очень, там, близко к игровым, да. И, как находится в Таллине, называется game... Founders. Гейм Founders. То есть модель такая же, как у Y-комбинатора и у Ice Guys. И я почему это рассказывал, ну это просто интересно, я думаю, слушайте. И второе, ты там на этой страничке как Lead Angel, ну как ангел прописан. Не можешь рассказать, что это такое? Ты там как бы деньги просто даешь или как ты участвуешь? Ну я помог советам, ну и деньгами, конечно. А так я, в принципе, не темзон. То есть идея действительно обычная. Через того, что эта ниша в арсилеатров назначена для скоталов, которые либо делают игры, либо делают что-то для игр. То есть, например, гимнадские платежные системы, например, аналитики, может быть, какими-то главными вещами. Ну настольные игры не подойдут, а, скажем, мобильные вполне. И аналогичный проект есть в Америке, в запросисках. Там их вам даже два. В принципе, они довольно успешные, да. В Европе таких нет. И чем хорош нишевый проект, нишевые связи, он позволяет собрать, так сказать, экспертизу в одном месте. Потому что ты, наверное, пройдя через стартап-пайсис, понимаешь, что зачастую менторы всегда подходят. Они очень разные. Да, то есть они очень разные и достаточно разные команды. Соответственно, если приходит ментор, который, ну, перейдет откуда-нибудь, например, ему нужно обойти все команды, иначе тут зачем-то идти. И, допустим, ну, большая часть команды он не считать не может. Это обычное дело для любого сериала я был ментором, наверное, десятки разных. И, ну, действительно, там команда отдыха была. То есть есть какие-нибудь, скажем, я не знаю, даже там... В одном акселяторе была аналитика для девелоперов, и, с другой стороны, социальная серия для подростков с новыми делами. Ну, очевидно, что менторы должны быть очень разные стартапы. То есть один парень говорит, используя технические термины, мы говорили с тобой, а девушка из социальной сети говорит нормат. Мало кто может победить. А в игровом, в жанре, конечно, там тоже есть очень разные вещи, но, по крайней мере, есть что-то лучшее. Соответственно, есть шанс, что у нас более фокусированно идти стартапы ускорить. Плюс у нас Финлянтия рядом, где игровая дисплей очень развита. И там не только Ровио, там достаточно много контактов есть хороших. Россия, где очень много играл в фирме, я там очень с очень многим знаком. Сам Био – хорошие контакты, и там правительство поддерживает Банбан, поддерживает игровую индустрию. Соответственно, мы рассчитываем, что у нас привлечь в Эстонию. Все, так сказать, самое лучшее, что есть. А когда это будет? А завтра? Первый сайт уже есть. GameFounders.com, наверное. Ну, я ссылку не знаю. Ссылку, да. Ссылку можно поделиться. Суптайно спустим всем. Суптайно. И запуск, по-моему, главу. Сейчас уже удобно, чтобы выдавать заряд. Вообще, кстати, по поводу всех инкубаторов, я не знаю. Я просто прозреваю количество инкубаторов, и все постоянно говорят, а вот мы сейчас тоже запустим. И запустим. То есть, не знаю, мне кажется, две трети из них умрет. Или я не знаю. Я не возьму такое количество проектов. Нет, с проектом как раз проблем нет, в самом деле. Проблема может быть в качестве институциона самого инкубатора. То есть, я был, ну, я повторил в разных. Расскажи. И подходы там тоже очень разные. То есть, к примеру, в Финляндии есть один замечательный проект, он делается исключительно на государственном деле. Называется, он при Стартап Сауне, но в общем, что там Стартап Само что-то там. Там есть команды, они, ну, совершенно дикие вещи делают. Так это не Стартап Сауне, нет? Нет. Это как бы в том же месте, только в Финляндии. Ага. Вот. И там никто вообще не пытается сделать из них людей. То есть, им дают, так сказать, просто помещение. Появилось туда замечательных менторов. Но никто никак бы не давит на них. Давай с моделью отрабатывать и так далее. То есть, как что получится, то получится. Они получают там очень маленькую стипендию какую-то, бесплатную кучу контактов. И потом разъезжаются. Как бы никаких особых целей при этом не ставится. Есть Аксевиадр, который как бы даже и Аксевиадр не назвать. Например, Сейт Камп, он очень короткий. То есть, ты туда приезжаешь, неделю с тобой работают, и потом тебя, если ты выпил в Америку, покажешь. Он уже все, в принципе, деньги поднимает. То есть, туда беру, соответственно, фирмы, которые, наоборот, уже подходят. То есть, они уже здесь не готовы к инвестициям. Если они не готовы к инвестициям, даже если команды замечательные, проекты замечательные, то в инвестициям сейчас так будет. Ну, вот мы, кстати, тоже готовы к инвестициям. Да. Ну, вот у вас проект был, мягко говоря, не готов. Там без шансов. То есть, в Сейт Камп можно найти, когда у тебя уже есть какой-то такшин. Вот. И, соответственно, цели разные, и результаты разные. Два, по-моему. То есть, один, как связано точно, он публикует свою статистику. Это, как раз таки, Techstars. То есть, один из, то есть, на виду свой компилятор, он, пожалуй, самый известный, да. Статистика очень обнадежная. То есть, у них из в среднем, они там, в районе 150, наверное, тогда выпустили, 8% получили какую-то инвестицию. Ну, это не значит, что они выжили все эти 8%, но, по крайней мере, они не умирают сразу. То есть, КП2, стартапы, 10-ти умирают. Ну, скорее всего, уже нет, то есть, если ты сразу не поднял, наверное... Не, ну, те, которые получили деньги, у них есть, теперь там... Да. То есть, время так на рост или на огонь. Вот. В принципе, проект очень много. Проблема статапов, как имели в истории, в том, что они... Они умирают на очень раннем этапе. То есть, человек придумал идею, собрал команду даже, что уже в самом деле, к сожалению, хорошую команду. Идея хорошая. Но у него есть какое-то место работы. Он работает там с 9 до 7 до 5 до 5 в офисе, по вечерам что-то делает, и друзья с большей выставкой пропадают. То есть, они не успевают дойти до тратишки. Если бы не было три месяца, когда команда может просто собраться в одном месте и поработать, то шансы на скрепле повышаются очень резко. То есть, на самом деле, те статапы, которые мы видим, да, они не сумели купить это речь. А те труды, которых мы не видим, они не сумели, а их, на самом деле, на порядок больше, чем свежих. Те, которые, в смысле, не сумели... Не сумели вообще не делать продукт, который нормальным, нормальным выше на рынке. Они не сумели это сделать, потому что у них есть работа. То есть, в стартап там по вечерам я, честно говоря, очень мало верю. То есть, шансы на то, что ты можешь сделать что-то там на... Ну, особенно, если там у тебя есть, не знаю, университет еще добавок, там какая-нибудь семья. Шансов нет. То есть, нужно где-то собраться и активно дает полчок. То есть, он является таким поводом для того, чтобы на три месяца попросить работодателей отместить. И, на самом деле, если ты работаешь в крупной IT-фирме, ну, в европейском районе, то твой в НТП-дайсе, на самом деле, с удовольствием как-то будет. То есть, он понимает, что, скорее всего, у тебя все равно еще не получится, но зато ты не можешь, чтобы получишь опыт. Ну, а если получится, то прежде всего. Окей. То есть, ты считаешь, что, в принципе, чем выше, все равно тебе лучше? Ну, ты подумай, сколько я сейчас в мире. Ну, я бы и положил бы, что в районе с ним всего. Окей. Ну, по 10 команд, ну, тебя даже по 20. Тысяча проектов. Тысяча проектов. Тысяча проектов. Это немного, на самом деле. То есть, при этом, тысячи проектов, которые достигают успеха, они выходят не из этого собирая. Вот. То есть, это, ну, такие очень малые пересекающиеся области. Я думаю, что... Говорит о том, что рынок перенасыщен, по-моему, так. А можно сказать так, что, типа, акселераторы, наоборот, не таких слабеньких проектов. Ну, может, не то, что слабеньких проектов. Не таких очень, там, в сучаточном состоянии. Типа, прото-стантатор. То есть, те, которые уже без акселератора пришли на аттракшн, ну, как бы, это уже не нужно. Ну, я же говорю, что они разные, очень. То есть, в принципе, в Сидкэмп, в Techstars, в Актометрах, в группу те, кто уже дошел на аттракшн. Ну, вот Ванга и Джон Брэдфорд, которые у вас... Да, Ванга и Джон Брэдфорд, где я был, там, как раз-таки, вот эта вот социальная сеть для подростков из Новой Изландии, она анализирует их. Да. Когда они туда поехали, то не менее, Ванга и из Новой Изландии достаточно далеко, на самом деле. Да. И за достаточно, ну, маленькие деньги, когда я удивленно спросил, ну, зачем вам это нужно, они объяснили, что просто вот хотелось посмотреть, как получить газ из страны, получить контакты. То есть, цель адекватра, она же для стартапа не в том, чтобы деньги взять, а в том, чтобы перейти на новый этап. То есть, если ты взял деньги и не перешел на новый этап, ну, значит, ты вузер. То есть, в принципе, ты потратил три месяца своей жизни, но ни на что. То есть, ты, ну, не получилось. То есть, новый этап не должен начать, что ты, скажем так, с этим своим проектом, там, достигаешь каких-то невиданных высот, ты, может быть, получил какую-то дополнительную информацию, познакомился с новыми людьми, сделал что-то новое. А если ты приехал, сидел три месяца, уехал и вернулся на свою работу, ну, это… Ну, знаешь, в нашем случае, например, я… то есть, нам особо нечего показать в плане, там, продукта. То есть, мы реально больше поняли, да, и там, почему получились, или там, какие-то контакты, понятно. Но, то есть, этого пока не видно никак. То есть, я думаю, оно там проявится через какое-то время, но сейчас пока нет. Если проявится, значит, нельзя съезжать. Если не проявится, значит, нельзя. Так, ну, что еще? Давай, может быть, напустим, как я тебя пробую такой момента вопросу, значит, можешь так подумать из своего, какие-то там, какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться, или, может быть, у нас аудитория начинает это понимать, да, или, может быть, какие-то вещи, которые ты понял и сейчас, понимаешь, да, и хотел бы порадить понять дальше. Ну, я думаю, что, ну, может быть, скажем, Украина и Эстония различаются как-то, но в Европе довольно распространено такое священное отношение к своим идеям. То есть, когда тебе пришла идея, ты ее держишь на себе и никому не рассказываешь. То есть, это очень сильно тормозит твое собственное развитие. В Америке, если ты, ну, я вот реально пару раз сталкивался с ситуацией, когда я сижу в кафе, ну, там, скажем, на, какого-то, благородном церкви, да, разговариваю с кем-нибудь, и кто-то подходит со стороны и говорит, о, я тут такой же темой занимаюсь, а вот вы пробовали вот это. В Эстонии, например, если, ну, часто бывает, вот у нас, скажем, проводится опыт-коп раз в месяц, может, и был у нас, как раз, но люди не говорят вообще, что они делают. То есть, какие-то реакции, что-то наподобие, вот у меня сейчас проект, через 6 месяцев мы спускаемся, да, я тебе расскажу. На самом деле, если ты рассказываешь о том, что ты делаешь заранее, ты экономишь тучу времени, потому что ты получаешь фильтракт, который ты по-другому бы получил потом когда-то, у тебя все уже готово. То есть, ты получаешь теперь новые мысли. То есть, стоит делиться тем, что делаешь, с друзьями. Боятся, что твои дети воруют, потому что это бессмысленно, потому что, если дети воруют, значит, ты просто очень медленно работал, значит, ты просто, ну, не готов к тому, что-то сделать на этот проект. Что бы я в любом случае не было словно глупого? Ну, скорее всего, это было по мне плохо, потому что, опять же, если тебя здесь воруют, то просто экономит время. Ну, ситуация, в которой дети именно воруют, я, честно говоря, ну, я не слышал. Реально, нет. То есть, стоит, стоит делиться своими идеями с окружающими. Окей. Тогда еще? Стоит ездить по акселератору. Даже если ты думаешь, что это очень крутое, то стоит смотреть, может быть, все-таки ты умеешь начать очень много. Ну, многие вот думают, что… Многие начинают пересчитывать сегодня долю, деньги, деньги в долю, то есть, окупиться, не окупиться. То есть, на самом деле, ты получаешь очень много, и, в Италии, как бы, именно кроме денег. То есть, про это не стоит забывать. Ну, и, конечно, чем круче всегда, допустим, байками, текст там с сит-капингом в каком-то смысле, стат-ап сауна. То есть, стоит продавать крутые, и если вообще куда-то попал, то это само по себе стоит дороже. Стоит дороже. Даже не то, что там сделают государства, а то, что было связано с садами огромным. Отлично. Я думаю, если какие-то еще вопросы услышать, наверное, узнать. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока.